Я был в нескольких епархиях. Был в Молдавии, Приднестровье, Гагаузье. Из первой моей карты тоже были три государства и три президента, с кем я должен налаживать отношения. Потом была Абакан. И сейчас, в недавнее время, был 12 лет в Екатеринбурге. И я так смотрю на всю эту картину, что ли, везде одни и те же проблемы. Везде одни и те же проблемы, которые создала для нас советская власть. И я думаю, что и в новом своем послушании это тоже такая же ситуация и будет. Потому что там эти государства, нынешние государства, тоже были советские республики, которые той же идеологией были пропитаны. И везде нужно работать именно в том направлении, чтобы восстановить сознание людей в тех ценностях, которые жила Россия, православная Россия в течение многих веков. К сожалению, мы увидели, что за 70 лет очень сильно поменяли то, что создавалось столетиями. И за 70 лет мы смогли вот все перемолоть, переделать. И, конечно, и вам тоже не так все просто было. Я помню вас 12 лет назад, какие вы были, и какие вы сейчас, совсем, наверное, поменялись. Поменялись. Потому что поначалу вы писали очень много о церкви, о церковных движениях, о делах церкви. И так много ошибок допускали, что прямо аж и жалко вас было, и в то же время было стыдно, что вы пишете о церкви так плохо, так с такими грубейшими ошибками, которые даже недопустимы. И с точки зрения догматической, нравоучительной, с точки зрения просто вот такой системы церковной. Сейчас, конечно, я вижу, что вы более грамотные в этом отношении. Пишите более-менее лучше. Хотя тоже допускайте некоторые ошибки, конечно, делайте ошибки специально. Я так понимаю, что это такой журналистский такой ход. Где-то специально ошибиться, чтобы дать повод для того, чтобы было обсуждение, рассуждение тех или иных вопросов. Но, конечно, это тоже очень важно, что и журналистский корпус тоже очень хорошо изменился в эту сторону, в том направлении, что мы делаем. И сейчас мы читаем в газетах, слышим по радио, слышим и видим по телеканалам наших. Очень много интересного, хорошего, что касается нашей культуры, что касается нашей веры православной. О делах церковных, что делает церковь для блага людей, живущих в нашей России. Поэтому, конечно, это очень приятно. Очень приятно. И, конечно, хотел даже в этом отношении вас всех поблагодарить за вот такой ваш труд. Потому что вы очень много помогаете в таком случае церкви для его возрождения, для того, чтобы как-то вот эти ценности церковные, веры православной, их прививать к сердцам людей. Потому что, видите, мы попали в такую очень непростую ситуацию, что когда была отнята вера, благочестие у русского народа, появились такие проблемы страшные, как наркомания, как пьянство огольное, как распутство, как дети-беспризорники, бомжи появились. Что такое у нас только не появилось. Все, что было на Западе, когда-то мы осуждали, и говорили, что там, понимаете, как живут, вроде бы хорошо живут, но столько бед и напастей. А сейчас тогда все к нам пришло. И, конечно, задача наша с вами, и церкви, и всего сообщества нашего, чтобы бороться с этими негативными стороны. А бороться не в том, что вот сказать, что вот сегодня мы больше бомжа мы не будем, или мы не будем пить или курить, а мы должны вместе прививать те ценности, которые жила Россия в дореволюционное время. То есть нравственность, духовность, понятие о смысле жизни, понятие о том, для чего человек живет, для чего он делает доброе дело, для чего он зарабатывает деньги и так далее. Потому что бывают и такие случаи, что человек зарабатывает, зарабатывает, а не знает для чего там. Смотрит, он уже накопил столько, а дальше не знает, что делать. И падает в уныние, отчаяние и бешается. Вот и вся, весь конец его трудов. Когда нет смысла жизни, то человек вот работа делает, а толку от этого никакого нет. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы с вами, вместе с вами, продолжали вот такую работу, чтобы дать людям смысл жизни, чтобы было интересно жить. Сейчас очень много детей даже, школьного возраста, тоже суицидом заканчивают свою жизнь. Потому что тоже не видят, их никто не учил. Наша сейчас беда в том, что мы потеряли преемственность поколений. В семьях нас никто не знает, никакие элементарные нравственные нормы христианской жизни. Бабушка не знает, дедушка не знает, папа не знает, мама тоже не понимает. И вот получается, этот ребенок в 14 лет спрашивает у папы, мама, мама, что, как мне быть? Вот у меня тут такая проблема в душе. Мне болит душа, а не знает, чем ее лечить. И она стоит и не знает, что сказать. Иди к психологу. Он подошел, говорит, ну ты здоров, нормально ты все. А душа болит все равно. А сказать, что иди в церковь, посоветуйся со священником, нету до этого понимания. Ведь у нас всегда было такое, что было очень много церквей. Что человек в любой дня и ночи может перейти дорогу или рядом с домом, зайти в церковь и спросить у священника совет в том или иной ситуации жизни. И это вот у нас вот такие бы и психологи. В России вот священники были своеобразными психологами. Они знали душу людей. В современности психологи, они вот эти глубинные стороны жизни духа и души, к сожалению, не знают. И они приносят очень многое. Иногда бывает, что даже не в ту сторону направляют. И еще больше загоняют человек в еще большие дебри. Поэтому, конечно, нам с вами нужно это знать. И вот я помню, когда у нас были очень большие беды, в годы, когда был президентом Владимир Владимирович Путин, то он говорил такие слова. Когда у нас было теракты полно, везде были катастрофы, очень сложные ситуации. И он говорит, что наш народ религиозно безграмотный. И потому вот столько бед у нас и получается. И действительно, нам нужно восстановить грамоту духовную, грамоту церковную. Чтобы каждый человек, имея по два, по три светские образования, не имея духовное образование, религиозное образование, он теряется. Вот я лично встречался с человеком, он в самолет летит, рядом женщина сидит и говорит, Владыка, вот я имею два образования. У меня ребенок 15 лет. Он задает такие вопросы духовные, что я не знаю, что сказать ему. В церковь идти не могу, потому что стыдно. Ведь я образованный человек, а там я буду оказаться неучим. Мне вот как-то неудобно, чтобы идти в эту церковь. Вот незнание элементарной вещи о правилах нахождения в церкви, вот ее или его, и многих других, может быть, как бы стопорит тому, чтобы он пошел в церковь. Чтобы спросить, как быть. И помочь своему же сыну, своему дочери. Потому что не знает человек. Вот даже взять такой элементарный, тоже интересный вопрос. Я встречался часто с нашими учеными. У нас был интеллектуальный клуб. Потом этот клуб перешел в институт человека, называется. И мы всегда встречались с нашими профессорами, учеными, с академиками. И когда мне приходилось сказать несколько слов, выступить перед ними, и говорил о моих понятиях, о том, как понимать те вопросы жизни, то они мне говорили такие слова. Говорят, владыка, мы, конечно, хотя ученые, известные, мировыми именами, но в этих вещах религиозных, темные, как ночь, ничего не знаем. И, конечно, это пробел. И вот этот пробел нужно восполнить, пополнить у всех людей, чтобы все люди знали самые элементарные вещи церковной жизни, нравственной жизни, духовной жизни, правила христианской жизни. Это очень важно, потому что много человек страдает, много болезней у нас есть из-за того, что не знает правила поведения. Вот видите, как я вам, по-моему, говорил такой пример, если человек не знает инструкцию, как работать с тем или иным аппаратом, то он его и сломает, этот агрегатор, аппарат, или он себе уже повредит, если там неправильно ведет, и так далее. Так же самое мы, это сложное очень такое творение Божие, которое тоже мы должны знать, как вести себя, вести себя по отношению к себе и к людям, конечно. Если мы эти не знаем правила, то вот мы получаем очень много проблем, очень много сложностей. Поэтому, конечно, очень важно, и почему мы и пытаемся, и вот с благосостоянием патриарха, и с указом президента о том, чтобы в школах преподавались основы религиозных культур, чтобы каждая религиозная конфессия могла бы дать эти знания своим людям, которые живут в этой религиозной конфессии, чтобы он знал элементарные вещи, как нужно. Вот мы едем за границу часто и смотрим на этих людей, которые там живут. Они же учатся в школах своим основам веры, католической, православной, там, иудейской или мусульманской, и они знают свои традиции. А вот мы, к сожалению, идем в какую-то семью, какую-то семью, идем, они живут своими религиозными традициями, а мы не знаем, что делать в таком случае. И нас спрашивают, вас спрашивают, вот как у вас? Говорят, ну не знаю, как у нас там. Церковь у нас отделена от государства, они там живут в своей жизни, а мы живем в своей жизни. И вот такая неразбериха. Почему не знать? Самая элементарная вещь. Что-то вмешает? Что будет вмешать человеку, если он будет знать самую элементарную вещь церковной и нравственной жизни? И, конечно, жить этим, и не грешить, то есть не нарушать вот эти правила, а жить вот этими ценностями. Тогда, конечно, у нас будет совсем по-другому. Вот такие направления, думаю, такую же работу мне придется вести и в тех государствах, где я сейчас назначен священнейшим патриархом. Потому что тоже самое, я так уже спрашиваю у тех людей, которые там живут, тоже такая же ситуация. Люди вышли из Большого Советского Союза, толком не знают ни мусульманство, толком не знают православие. И вот надо и тем, и тем помочь. Хотя у нас, слава Богу, в нашем горнем университете открыт теологический факультет для мусульман. И я думаю, что мы будем сотрудничать, посылать оттуда наших братьев-мусульман, чтобы они изучили свою веру, чтобы они могли быть грамотно верующие в своей вере. Ну, в том числе, конечно, и православных людей тоже нужно дать какое-то знание о Боге, о элементарных таких знаниях о христианской жизни. Ну, еще раз всех благодарим за труды, за совместные труды, которые мы несли вместе с вами. И спасибо за то, что вы меня понимали. И видно было, что вы потихонечку-потихонечку и справляетесь. Ну, давайте попросим. Слышу, что пишут люди. Ну, это, конечно, естественно. Столько времени мы были вместе, люди привыкли ко мне, как-то уже свыклись с моим служением здесь, на Екатеринской парке. И, естественно, они будут писать, они будут ходатайствовать, они будут жалеть и жалеют. И, так сказать, все время есть такие вот слова. В общем, с сожалением, в общем, с сожалением. Вот все вот мои поздравления, мои адресы идут вот с такими двумя направлениями. С одной стороны, сожалею, с другой стороны, поздравляется, что с новым назначением. Это, естественно, даже хорошо, потому что, значит, оценка хорошая у нашего народа, у моей деятельности, у совместной нашей деятельности на Екатеринбургской парке. А что касается оставить, не оставить, это уже решает патриарх, решает Синод. Но Синод уже принял решение. Я должен в скором будущем ехать на свою кафедру и начинать свое служение на вот этих просторах. Поэтому тут уже вопрос и патриарх, и патриарх это тоже понимает. Он же знает меня, знает ехпархию прекрасно, знает, и вы помните его слова, которые он говорил в мой адрес, когда он был здесь в прошлом году. Так что, он знает меня, ехпархию Екатеринбургскую, еще когда будучи митрополитом. Я видел все эти наши дела. И я помню, даже тогда, когда он был митрополитом, мы выходили из Троицкого собора, то он слышал от народа, который говорит, народ говорит, владыка, не уберите владыку Викентия, оставьте ее к нам. Это было, ну, 6-7 лет назад еще было. И он говорит мне, владыка, как вас любят здесь? Ну, вот, видите, люди свою дают оценку. Вот, но, видно, пришло время, патриарху виднее, где лучше, где нужнее, или как-то расклад каких-то своих направлений, которые... Поэтому он принимает. Ведь тоже меня многие из священников не понимали, когда я переместил одного в другом месте как-то. И тут тоже люди приходили ко мне и жаловались, и плакали, говорят, что вот почему убрали нашего дорогого батюшка, он хорошо трудился. Я им говорю, что, дорогие, вы не вмешивайтесь в эти дела, потому что я знаю, что я делаю, и понимаю лучше, чем вы. Я не буду вам говорить, почему это сделаю, потому что это наш внутренний такой церковный вопрос, который мы решаем не советом общества, а вот понимаем ситуацию. Также здесь так получилось, что Святейший принимает решение, понимая, что он делает, для чего это делает. Во-первых, в Казахстане уже образован митрополитский округ. В прошлом году был организован, и сейчас там этот округ уже работает в полномерии. Были назначены новые архиереи на кафедры, то, что касается по Казахстану. Там есть владыка митрополит Александр, который из Кострыны был приведен в Казахстан, и он сейчас очень успешно выполняет свои функции и организовывает митрополитский округ. А сейчас настала очередь открывать другой митрополитский округ, среднеазиатский называется. Вот и поэтому Святейший и решил укрепить, наверное, укрепить веру, укрепить православие, укрепить нашу веру в сердцах людей, которые живут там, наши соотечественники, которые тоже нуждаются в таком духовном округлении. И нам, мне предстоит тоже открыть еще три кафедры, там, значит, открыть, назначить там трех архиереев, и, ну и, конечно, дальнейшее устроение такого структуры митрополитского округа, которая уже принята решением Священного Синода, как нужно это все делать. Что мы будем по решению Синода выполнять вот эти наши задачи. Владыка Кирилл – очень хороший архиерей нашей церкви, очень добрый, очень такой мудрый архиерей. Я его знаю, можно сказать, с самого раннего возраста его. Мы вместе были в Лавре, Троице Сергеево Лавре, были вместе у владыки Серапиона, он был у владыки Серапиона секретарем, и даже было такое пожелание у митрополита Серапиона, чтобы я был бы вторым секретарем при владыке Серапиона вместе с владыкой Кириллом. То есть я два архимандрита, чтобы мы были вместе у владыки. Но, к сожалению, я просто не согласился с этим предложением и остался в Лавре. Но владыка, то есть владыка нынешний архиерейский, 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 остался при владыке Серапионе и до конца жизни нес свое послушание при владыке Серапионе. Так что у него опыт очень богатый, большой. Можно сказать, что у него идет такая преемственность архиерейской власти, потому что он увидел владыку митрополита Серапиона, жил рядом с ним, был вместе с ним и внес свое послушание. Везде, где был владыка Серапиона, в том числе он был и в Молдавии в одно время, потому что и там мы знались вместе с ним тоже. Потом, что я хотел сказать, что владыка Серапиона воспринял архиерейскую, архиерейскую традицию от старых архиереев нашей русской православности. Так что вот такая преемственность сохранилась. И владыка Кирилл как раз знает вот эти особенности и традиции архиерейского служения, которые были еще до революционного времени. Поэтому, конечно, я думаю, что владыка будет еще больше восполнять те труды, которые мы здесь уже совершили, и будет еще дальше продолжать, более активно даже, может быть, и даже более продуктивно. Для того, чтобы архиерей был ближе к народу, первое. Действительно, это так, чтобы одному архиерею управлять большой кафедрой довольно непросто. Вот. У нас здесь, в нашей области, сейчас 500 с чем-то приходов, 530 приходов. И большая еще дальнейшая перспектива. Потому что, вы знаете, до революции у нас было полтора тысячи приходов. Полтора тысячи. Но в нашей области тогда жило полтора миллиона жителей. Полтора миллиона жителей. Значит, на тысячи человек был один храм. И вот нам нужно достигнуть такого уровня. Понимаете? И вот эти архиереи как раз будут и заниматься в том, чтобы увеличить количество храмов, увеличить больше влияние, нравственное влияние на общество, чтобы бороться с этими нашими негативными сторонами жизни. Чтобы так. Это легче, когда вот у архиереи есть определенное количество приходов. И он занимается непосредственно, чем вот такой обширной просторной епархией, которая была до сих пор у нас, вот в нашей области. Потому что в нашей области еще и расти, и расти еще. Много надо расти. Действительно, я ознакомлюсь с ситуацией в Средней Азии. Изучаю, встречаюсь с людьми, которые там были, которые служили, есть у нас священники, которые там и родились. И они рассказывают мне о всех тех ситуациях, которые там есть, и проблемы и так далее. Такое разнакомство. Но по-настоящему знакомству будет тогда, когда я там буду на месте. Потому что когда я переходил на служение в Екатеринбургский парк, тоже мне говорили много, что вот там так, это так, это сяк. А я когда приехал, мне все по-другому. Я совсем по-другому стал работать, трудиться. И делать так, как я считал нужным. И слава богу, что вот тот конфликт, который в Средней был тогда, он урегулировался и стал нормальной жизнью в нашей парке. А мне давали инструкции совсем по-другому. Я все эти инструкции не взял во внимание, ничего. А сделал так, как я считал нужным здесь, на месте. Поэтому говорить вот сейчас, что там я буду делать, это очень сложно. Потому что я там должен посмотреть, увидеть, познакомиться, а потом принимать решение. Конечно, большая для меня радость, что можно было... Мы сдвинулись с мертвой точки строительства храма на крови. Потому что я когда приехал, было очень много предложений, разные предложения. Доходило до того, что там вообще не надо никого храма просто какой-то там подземный ночной клуб построить. Вот до какой-то степени уже доходило. Что нужно развлекаться, нужно радоваться и так далее. И вот это все эти предложения, всякие мнения, они остановились и вот со строительством храма построили. И слава богу, что у нас такая большая святыня есть для всей России. И сюда приезжают гости со всех концов мира. Это очень приятно. Ну и, конечно, очень важно, что мы на месте уничтожения останка царской семьи тоже построили храм, не это храм, а целый монастырь. И тоже большое дело, я считаю, что это очень важно, чтобы вот эти места, они были по достоинству почитаемы и к ним соответственные отношения к ним было. Потому что я помню, когда приехал, еще понятие у Ганины мало у кого что было, я прошел пешком до Ганин-Ямы, а там даже ни тропинки не было. Я просто вот так на ощупь просто с провожатым проходил и не знал, куда-то блуждали по этому лесу, находили это место. И когда я пришел туда, я увидел, что некоторые рабочие копаются в эту яму, в эту шахту, что-то там ищут какие-то ценности, дакоценности царские и так далее. Мне это было очень больно видеть, что и после такого трагического уничтожения станок царской, и еще продолжают как бы издеваться над ними. Я говорю, что не должно быть этого. Поэтому и появилась такая мысль построить хотя бы небольшой храмик, что-нибудь там построить, здание какое-нибудь, чтобы было там человек, который за них смотрел и считалось это святыней нашей церкви и нашего отечества. И вот так, слава Богу, святейший патриарх Алексий приехал к нам в гости в 2000 году, и он дал благословение. После этого мы стали очень активно строить там храмы, монастырь и так далее. Вот за два с половиной месяца мы построили первый храм. И святейший был очень удивлен, Алексей, когда я написал рапорт 27 декабря 2000 года, что прошу благословения открытия монастыря. Храм готов, освящен и благословение монастыря. Ну как это? Ну вот с Божьей помощью Вашей благословения мы смогли это сделать. И вот 28 числа был синод как раз, и он принял решение о открытии монастыря в Каниньян. Вот это, конечно, для нас очень важные такие. Ну, конечно, еще есть такие важные для нас святыни, как Алапаевск, тоже там построен храм. Ну там больше там сам наместник, отец Моисей, трудился. Ну и моя участие тоже некоторое было и в этом строительстве. Там сейчас строится еще один большой храм. А так по всей области это что? Очень важны такие наши работы, труд такой по организации воспитания молодежи в школах, в вузах. Открытие теологического факультета для нас тоже была большая радость. И на открытие этого теологического факультета прибыл митрополит тогда Кирилл, нынешний патриарх, он открывал его. Я сейчас никого не буду брать с собой. Хотя некоторые люди просятся. Я говорю, что я сам не знаю, что там нужно мне, что не нужно. Поэтому кто-то, если понадобятся какие-то кадры для того, чтобы дальше продолжить свою деятельность, конечно, мы с согласием с человеком, который захочет, пожалуйста, мы будем рады. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...